Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области ликвидирован очаг африканской чумы свиней в завершении мероприятий. По ликвидации сообщил начальник управления ветеринарией Сергей Чучалин. Рассказали в областном правительстве. В ходе мероприятий было обследовано более 1800 личных подсобных хозяйств. Больных животных изымали и уничтожали. Также проверялись охотничьи угодья. Напомню, в конце июля в Санчурском районе был обнаружен очаг африканской чумы свиней. Сначала в дикой природе, а затем и в одном из личных подсобных хозяйств. В зону риска включили 131 населенный пункт и территорий охотничьих угодий Санчурского района. Сейчас круглосуточная работа на контрольно-пропускных пунктах в зоне карантина завершена. В установке павильона на остановке Трифонов монастырь принимает участие бизнес. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказал глава администрации города Вячеслав Семаков. По его словам, власти много общались с кировскими предпринимателями на предмет того, чтобы они поучаствовали в реализации проекта в установке павильона с торговой точкой. Некоторые из них даже приняли участие в разработке концепции такого объекта. Она была согласована. Но поиск интересанта проводится через конкурс, и это не быстрая процедура, говорит Семаков. Поэтому пока на этом месте было принято решение поставить простой остановочный павильон без торгового ларька. Подрядчики сообщили, что готовы изготовить его за три недели. Позднее, если желающий предприниматель найдется, павильон будет доработан. Ранее, напомню, прокуратура через суд обязала мэрию Кирова установить павильон на остановке Трифонов монастырь до 1 октября. 129 миллионов рублей потратят на ремонт участка трассы Киров-Вятские поляны. В порядок приведут 5 километров дороги в Сунском районе. На ремонт выделят 129,5 миллионов рублей. На участки уложат новые асфальтовые покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку. Найти подрядчика планируют в сентябре. Работы, согласно конкурсной документации, должны быть выполнены к середине октября. Деньги на ремонт участка трассы выделят из областного бюджета. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.